Добро пожаловать на пересадочную станцию. И сегодня мы с вами отправимся в возможное будущее. Последний полет Прометея. Межпланетный корабль Прометей отправлялся свой полет между Землей и Марсом. Транспортному сообщению между двумя планетами попросту не требовался такой корабль, по общему признанию обогнавший свое время. Признавали это почти все, но вот придумать эффективную сферу применения для корабля не могли. Поэтому было принято решение вновь вернуться к небольшим транспортникам типа Грифон, которые были в десятки раз медленнее Прометея и несли намного меньше полезного груза, но каждый запуск которых обходился немного дешевле. И вот с максимальной помпой под музыку и с толпой провожающих Прометей собирался взлетать в последний раз. Журналистка со старинным именем Кхалиси брала интервью у создателя Прометея Айзека Штормхолла. И как всегда ее вопросы создавали то самое чувство напряжения, что отличает некоторых журналистов. «Вы жалеете, что это самый-самый последний полет Прометея?» – спросила она, умело расставляя ловушку. «Конечно, ведь это был хороший корабль», – ответил собеседник, не особенно напрягаясь. «Получается, вы жалеете о шоссее больницы, которые построят на сэкономленные деньги?» – пошла в лобовую атаку журналистка. «Почему же? Если их построят, я буду в общем-то не против», – ответил конструктор. «Впрочем, я этого не увижу». Журналистка довольно ухмыльнулась, ловушка сработала. Даже на такой ответ можно вполне навесить ярлык и создать медиаволну по борьбе с врагами больниц и автострад. Хотя, возможно, он скажет что-нибудь еще громкое. «Почему же не увидите?» – спросила Кхалиси, предвкушая потенциальную сенсацию. Впрочем, ответ оказался весьма и весьма тривиален. «Я собираюсь перебраться на Марс, где правительство автономной области Тарсис заказала мне разработку нового космического судна АРС. Вы не поверите, этот корабль будет настолько хорош, что на нем можно будет даже завоевать Землю». «Будем надеяться, что этого не случится?» – завершила интервью журналистка. И в следующую минуту межзвездный корабль, выбросив небольшие клубы дыма, стартовал свой последний полет. Следившая за взлетом толпа разразилась аплодисментами, а оркестр взял максимально высокую ноту. Грустно глядя на исчезающую в небе точку, штормфол пробормотал. «Не случится, говорите? Еще как случится. Попомните мои слова». С возвращением! Для того, чтобы отправиться в следующее путешествие, просто выберите одну из иконок на экране. Ну и конечно не забывайте про лайки, комментарии и репосты. И как всегда, до встречи в следующих мирах!